МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В окружной бюджет текущего года внесли изменения. Доходная часть казны увеличилась преимущественно за счет налога на прибыль организации и поступлений от Харягинского СРП, на что будут направлены дополнительные средства. На здание окружной полиции установили мемориальную доску Николаю Окладникову, внесшему значительный вклад в укрепление правопорядка и в культурное наследие Ненецкого округа. Знаменательное событие приурочили к 300-летию российской полиции. Время новостей на телеканале «Север». С вами в студии Илья Сахаров. Здравствуйте. Выборы в собрании депутатов Ненецкого округа состоятся 9 сентября 2018 года. Дату выборов сегодня на внеочередной сессии назначили депутаты регионального парламента. Решение о назначении дня голосования должно быть принято не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до выборов. После опубликования принятого постановления официально стартует избирательная кампания. Процедура выдвижения кандидатов и их регистрация избирательной комиссии Ненецкого округа. Вместе с этим решением законодатели приняли и предложение избирательной комиссии Ненецкого округа о продлении времени голосования в день выборов регионального и местного уровней до 22 часов. 9 сентября 2018 года на территорию округа пойдут совмещенные выборы депутатов законодательных органов власти Ненецкого округа и Архангельской области, а также ряд избирательных кампаний в органы местного самоуправления. В связи с чем Архангельским областным собранием депутатов принимается сегодня на сессии аналогичный законопроект о продлении времени работы избирательных участков и продлении времени голосования до 22 часов. Поэтому предлагается синхронизировать окружное законодательство и областное законодательство избежания нарушений. Данная норма позволит расширить возможности реализации избирателями своего избирательного права, сделать участие в голосовании более удобным как для избирателей Ненецкого округа, так и Архангельской области. Напомню, региональный парламент в Ненецком округе состоит из 19 депутатов. Выборы проводятся по смешанной системе. 8 депутатов будут избраны по одномандатным округам, еще 11 по партийным спискам. Депутаты избираются сроком на 5 лет. Орг-комитет предварительного голосования «Единой России» в Ненецком округе подвел итоги голосования за глав муниципалитетов. В четырех из восьми муниципальных образованиях, где осенью предстоит выбирать новых глав в сельских советах, победителями предварительного голосования стали действующие главы. Лидерами предварительного голосования стали действующие главы Пешского сельсовета Галины Смирнова, Юшарского, Дмитрий Вылко, Канинского, Галина Варницына и Приморско-Куйского Виктор Таратин. Победителем предварительного голосования на пост главы поселка Амдерма стал директор общества «Нао Арктикпорт» Борис Александров. Первой в предварительном голосовании в Хариверском сельсовете стала директор поселкового дома культуры Ольга Бочкина. Действующие главы в этих муниципалитетах не принимали участие в предварительном голосовании. Самая напряженная борьба за право получить поддержку партии на сентябрьских выборах развернулась в поселке Искателей. Здесь в предварительном голосовании на должность главы муниципалитета участвовали сразу 9 человек. Тройка лидеров выглядит после подсчета голосов следующим образом. Действующий председатель Искательского постсовета Григорий Казаченко – 279 голосов. Депутат Совета Заполярного района Юрий Жданов – 179 голосов. Евгений Елисеев – директор комбината по благоустройству поселка Искатели – 176 голосов. Выслушать, проверить и оценить. Глава региона Александр Цибульский с командой руководителей профильных департаментов и депутатами окружного собрания побывал в село Хома и Несь. Основная цель – лично оценить ход исполнения поручений данных им в феврале этого года. В центре внимания по-прежнему эффективность бюджетных затрат и совершенствование муниципальной инфраструктуры. Вместе с главой региона в рабочей поездке на юго-запад округа побывала и наша съемочная группа. Формат встреч в этот раз был изменен. Александр Цибульский провел совещание с активом и руководителями учреждений сельсоветов. По итогам февральской поездки был составлен перечень наиболее актуальных вопросов. В центре внимания новые тарифы на подвоз угля, обеспечение фельдшерского пункта лекарствами и летнее трудоустройство школьников. И главные вопросы для ОМИ – когда достроят новую ферму и стоит ли ремонтировать старую. Ну, конечно, мы там не можем капитально сделать, в чем то, что мы принимаем решение по достройке этой фермы новой. Мы, естественно, сейчас ресурсы туда направляем. Нам важно вот этот период переходный, чтобы старая ферма, по крайней мере, была в безопасности. В ОМИ уверены, если строить, то нужно голов на 100. Село большое и надо смотреть на перспективу. Молочной продукцией обеспечивают населенный пункт сегодня 26 буренок. Сейчас у нас ведется работа над тем, чтобы сделать какой-то капитальный, некапитальный ремонт, поддерживающий ремонт существующей фермы. И все-таки развивается вопрос строительства недостроенного объекта, животноводческий комплекс в селе ОМИ. В списке приоритетных проектов для муниципалитета – строительство жилья для оленеводов. Два новых многоквартирных дома в центре села заселены. Площадка под новое жилье определена. Ну, конечно же, озвученные на прошлой встрече вопросы жителей не скоро, но решаются. В частности, вот разрешен вопрос о том, что необходимо действительно строить дома и по программе КМНС, и для специалистов. В Канинском сельсовете, куда мы прибыли из ОМИ, на оперативную повестку поставлены 13 поручений главы региона. Непростое число. Для обеспечения транспортной безопасности села Несь в этом году начнется строительство нового моста через реку Кутина, который разделяет населенный пункт на две части. Тот подъездной путь нужно обязательно продлить, потому что у нас во время весеннего паводка затопляет, и приходится как бы мост нескольким. Сильно расходится? Да, достаточно сильно. Вот до тех пустов. Строительство моста на условиях софинансирования будет вестись за счет бюджета округа и Канинского сельсовета. А вот строительство еще одного долгожданного объекта, нового детского сада на 70 мест, оплатит федеральный бюджет. Что касается Неси, мы две крупных стройки начинаем уже в этом году. Это строительство нового детского сада, который будет строиться в том числе с привлечением средств федерального бюджета. И строительство моста, который тоже свяжет две части населенного пункта, крайне важных, и с точки зрения осуществления северного завоза, и для вывоза бытовых отходов. Действительно, в этом году мы сделаем полотно, в следующем году сделаем подъезды, уже на это деньги забюджетированы, выделены тем не менее. В Неси глава региона осмотрел новое модульное здание пекарни. Село растет с каждым годом, а потому старых мощностей уже не хватало. Здесь у нас работает 7 человек. В принципе, это печка большая. Также идет и в месяц у нас выпекаемость хлеба 4-3 тонны. В общем-то, кондитерка тоже до 250 килограмм. Также хлебобулочные изделия есть и сухарные. Также мы пекем мармелад, пряники. В общем-то, очень много изделий выпекаем. На встрече с активом Сессовета главами окружных департаментов и сельских учреждений обсудили дорожную карту наиболее важных для Неси проектов. В том числе берега укрепительных работах на реке, модернизации мощностей дизельной электростанции, ремонту местной достопримечательностей и памятника культуры Церкви Благовещения. Сегодня мы посмотрели, во-первых, рассказали о том, что уже успели мы выполнить с момента нашего прошлого приезда, ну и посмотреть, насколько объективно на местах это исполнение, как нам кажется, тех поручений, которые нам давали жители Неси и Умы, на самом деле выполнено на земле. Мне кажется, что где-то процентов на 60 мы в целом те вопросы, которые обсуждали, уже выполнили или уже в высокой степени готовности находятся. Ну, по остальным еще придется работать. Сегодня мы честно об этом поговорили, сказали, где у нас какие есть проблемы, для того, чтобы в дальнейшем совместно все эти вопросы решать. В рамках поездки глава региона вручил образовательным и спортивным учреждениям обоих муниципалитетов новый спортивный инвентарь для занятий спортом. Департамент природных ресурсов, экологии и АПК Ненецкого округа готовится провести аукционное выполнение работ по мониторингу состояния популяции краснокнижной нельмы. Как пояснили в ведомстве, результаты исследований позволят оценить перспективы выведения данного вида рыбы из Красной книги Ненецкого округа. Подрядчику с момента заключения контракта до 14 декабря необходимо будет провести натурные исследования современного состояния нельмы в границах региона, отработать и обобщить полученные данные и подготовить итоговый отчет. В нем будут отражены оценка численности нельмы в округе, прогноз состояния популяции и рекомендации по мерам сохранения данного вида рыбы с оценкой перспективы выведения ее из Красной книги субъекта. Специалисты уверены, инициаторы введения нельмы в региональные и федеральные красные книги не приняли во внимание, что молоть нельмы исторически является неизбежным приловом на всех видах промысла в Нижней и Средней Печоре. Такая ситуация ставит промышленное рыболовство под угрозу закрытия, вводя законопослушное местное население в разряд нарушителей природоохранного законодательства. Доходы окружного бюджета на текущий год увеличены почти на 800 миллионов рублей. Поступления сформировались преимущественно за счет налога на прибыль организации и поступлений от Харегинского СРП. Вместе с доходной частью увеличены и расходы. Соответствующие изменения сегодня на внеочередной сессии сразу в двух чтениях приняли депутаты окружного собрания. Изменения в расходную часть бюджета обусловлены необходимостью осуществления доплат до величины минимального размера оплаты труда, увеличением потребностей на выполнение майских указов президента, увеличением сумм до 45 тысяч рублей на льготную дорогу. Кроме этого, увеличены ассигнования на проведение текущих и капитальных ремонтов в образовательных организациях и учреждениях культуры. Ненецкий информационно-аналитический центр получит деньги на создание подсистемы «Единое хранилище документов» и приобретение сервера. Поддержку из регионального бюджета получат и аграрии. Предоставление субсидий Ненецкой агромышленной компании на строительство фермы в селе Тервиско в сумме 30 миллионов рублей. Предоставление субсидий СПК «Сула» и «Харп» на строительство и ремонт молочно-товарных ферм, а также СПК «Индига», «Дружба народов», «Ерх» и «Жимский оленевод» на приобретение модульных убойных пунктов в сумме 65 миллионов. 193 миллиона в окружном бюджете предусмотрено на исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам, а также на обеспечение вновь начинаемых инвестпроектов, в том числе приобретение 36 квартир для спецжилфонда и долевого участия в строительстве. На 112 миллионов увеличено бюджетное ассигнование на приобретение основных средств для подведомственных учреждений системы здравоохранения. На 38 миллионов рублей увеличено ассигнование для предоставления мер соцподдержки жителям Ненецкого округа. Количество бывших работников Горрыбкопа, получающих доплату к пенсии, увеличится. Такое решение после общественного обсуждения, а также положительного заключения на законопроект от главы региона Александра Цибульского, приняли депутаты окружного собрания. Законом уточняются условия предоставления ежемесячной компенсационной выплаты работникам Наринмарского городского рыболовецкого кооператива и объединения общественного питания Ненецкого окружного рыболовецкого потребительского союза. Напомним, в 1996 году была утрачена бухгалтерская документация о заработной плате сотрудников в результате пожара. В настоящее время ежемесячную выплату получает 73 человека. В настоящее время данная категория граждан получает доплату из окружного бюджета при условии, если размеры их страховой пенсии по старости не превышают величину прожиточного минимума пенсионера. В Ненецком автономном округе установлены в целях назначения социальной доплаты к пенсии. Представленным уже законопроектом предлагается установить, что ежемесячная компенсационная денежная выплата бывшим работникам Наринмарского грибкопа будет предоставляться также при условии, если размер их страховой пенсии по старости не будет превышать величину прожиточного минимума, установленного в округе на душу населения. Согласно предварительным расчетам, количество получателей выплаты увеличится на 51. На реализацию данной меры соцподдержки дополнительно потребуется более 900 тысяч рублей. Дмитрий Медведев подписал постановление, которое расширяет возможности использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Изменения позволят гражданам направлять средства материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, в том числе и по течному, для погашения ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья вне зависимости от даты возникновения обязательств по такому кредиту. Ранее средства материнского капитала могли быть направлены на погашение ипотеки независимо от даты возникновения обязательств по такому кредиту. Таким образом, граждане не имели возможности направлять средства материнского капитала на уплату основного долга и процентов по кредитам, выданным на погашение ранее предоставленных ипотечных кредитов после возникновения права на материнский капитал. Подписанное постановление позволит гражданам направлять средства материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья вне зависимости от даты возникновения обязательств по таким кредитам, до или после возникновения права на материнский капитал. Более 20 семей Ненецкого округа получат субсидии на переселение из районов Крайнего Севера. Всего на эти цели в текущем году Ненецкому округу из федерального бюджета выделено более 29,5 миллионов рублей. На данный момент жилищные сертификаты получили 17 семей, 6 жителей Наринмара и поселка Искателей, 11 жителей сельской местности. В этом году заявление о включении в сводный список граждан, желающих получить жилищный сертификат в 2019 году, принимается департаментом до 1 июля 2018 года. Срок действия государственного жилищного сертификата составляет 7 месяцев с даты его выдачи. Владелец сертификата самостоятельно занимается поиском и покупкой жилья. По состоянию на начало текущего года список граждан, желающих переселиться в более благоприятные районы, насчитывает 2046 семей. Из них 324 заявили о намерении переселиться в 2018 году. 300-летие отмечает сегодня российская полиция. В этот день на здании ОМВД России по Ненецкому округу торжественно открыли мемориальную доску Николая Анатольевича Окладникова, внесшему значительный вклад в укрепление правопорядка и в культурное наследие Ненецкого края. Мемориальную доску Николая Акладникова расположили на здании, где он трудился 20 лет. Служил в органах ФВД в должностях следователя, заместителя начальника, а с января 1970 по ноябрь 1978 года начальником отдела внутренних дел. Коллеги вспоминают Николая Анатольевича как грамотного и инициативного руководителя, который принимал меры по организации личного состава на борьбу с уголовной преступностью. Этот памятный знак в честь Николая Анатольевича является для нас символом служения Родине. Он вновь и вновь будет напоминать нам о лучших сынах Отечества, эталонах порядочности, доброты и заботы. Мы чтим память подполковника милиции Акладникова Николая Анатольевича, начальника отдела милиции Ненецкого округсполкома. Николай Акладников стал не только заслуженным работником Министерства внутренних дел, но и известным краеведом, автором 14 книг. Выехав за пределы округа, он остался с Ненецким округом и продолжил изучение историю Печорского края, Пустозерья, Старое Обрячество. Им написано немало очерков. На открытии мемориальной доски присутствовал и сын Николая Акладникова Анатолий, который поблагодарил управление и совет ветеранов за проявленную инициативу открытия доски. Благодарю всех, кто здесь присутствует, и то, что пришли почтить память, вспомнить замечательного человека. Ну и пользуясь случаем, хочу поздравить всех сотрудников внутренних дел с персотлетним, взыванием полиции России. Ну и еще символично, что мемориальная доска открывается в годы 90-летия, и то, что мы любим вас всех за... Спасибо. Николай Акладников ушел из жизни 10 ноября 2014 года в возрасте 85 лет. Его память почтили минутой молчания. Анастасия Соботович, Александр Бобрякович, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова была информационная картина этого дня. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok